Всем привет народ, 24 марта, время уже половина и я опаздывал, половина восьмого, все переигралось, начальник вчера позвонил, сказал, что к восьми, а причина тому хороший снежок, выпавший с вечера на ночь, температура нулевая, а снег выпало реально добротно, дорога заметенная, все наркоммунальщиков заставят чистят, а сегодня ведь 23 марта, а я говорил, март месяц непредсказуемый, как-то так, так что сегодня занимаемся внутрихозяйственными делами. Что? Да ладно, не успеет, не переживай, сейчас может нас отправить в ясенок еще, на диагностику у восьмого. Душа быстро мы сверим, а? Душа быстрая, прям выкрану там на улицу. Думеет что? Директор сказал отвезти тебе мешки, сейчас и отвезем. А нахуй в ясенок? А, у нас у восьмого троит. Руджаку дать, вот здесь только нахуй просыпается, наверное. А здесь там он нахуй? Нет, он тот сервис любит, он у них фольксваген делает. Какая пылюк на ячмене, ё-моё. Мишка, мишка, набрал себе отходов. А что отходы? По 200 взял. Лёв, почем? По 200 взял. Подпись я, как свои ку, да? На хуй. Всем по 120 нафиг, а тебе 200. Ну, скажи тебе 100. Это как Михалыч тогда раньше. Андрей к мне подойдет, скажет, Михалыч, почему отходы? Ну, тебе как своемух, как по 150, а всем по 100. Ну. Итак, друзья, съездил с Мишкой, отвезли ему отходы ячменные. Все вернулись, в принципе, особо никто ничем не занимается, все сидят там в этом. Ну, как не занимать, занимаются, но не спехом, белорусами. Нашел датчик, где стоит. Нашел, где датчик стоит. Но стоит он в таком месте, блядь, что я не знаю, как его открутить оттуда. Резонно было вот здесь вот залезть, но тут защита стоит. Снизу, то есть, а он вверху, блядь. Понятно. Там вот хуй, значит, я полезу, курку кинул, видно, видать, видать, снизу, видать, нахуй, сверху, вон там, вон, ближе к распреду стоит. Там блок стоит от распреда. Вот как-то надо умудриться. Вот он, тут спереди, вон. Ну, да, как раз где защита, блядь, где подушка на коробке. Вот тут у нас идет, не видно ее. А вот как его откручу я, хуй знает. Да, а вот. Вот он, блядь. Это датчик, ебучий случай. Том-то дело, что у меня сил нет тут, блядь, где его сорок. Е-о, ты саркутся будешь. Потом. Потом потекет. Потом потекет. А ты прибор для меня? Нет, я решил с него начать. Датчик? Вероятнее датчик, чем прибор, блядь. По мне так, нах, кажется. По мне кажется, прибор вперед, блядь, сломается, чем... Вперед в последнюю очередь. Да что у меня с толку-то, сейчас я его заведу, наверное, даже есть прибор. Он пока на месте, холодный, он, блядь, показывает. Когда, блядь, полторы тысячи оборотов, нах, ему. Тогда вот он начинает скакать. Да. Это надо, блядь, ездить, чтобы узнать. Блядь, блядь, сука, а. И через полик какой-то, там у них полики-то. Если сравнить с Серегиным, 0,925, то там вообще, вон, коржавый, блядь, над фильтром. Ну вот он, друзья, злосчастный датчик, на который я грешу. Но это еще не факт, что я правильно грешу. Хотя, с начальником мы думаем одинаково. В общем, если не ошибаюсь, называется он ММ-300. 55 или 58, не помню уже, как точно. Здесь маркировки нету на нем. Маркировки нету. Есть единственный номер. От 12 вольт до 24 вольт. Сделано в России. Вот такой один штамп стоит. И то, что он от 0 до 15 килограмм на сантиметр квадратный. Теперь задача какая? Снять датчик с валовым мощностью. Его плах будет поудобнее снимать. Муж будет залезть выше на заднюю навеску. Стоит он прям полно. Вот он. Сбок. Это он. Полезен. Заменил датчик все-таки. Очень трудно. Очень муторно там сидеть. Руки замерзли. Помимо того, что его, допустим, надо вот на примере этой датчика прикрутить, да, вверху. Хотя это сам внизу. Так нужно еще прикрутить проводок, который очень плохо прикручивается. И как назло, как назло, у него нету разъема. То есть номер сразу прикручивается болтиком. Теперь потянул вот этот датчик. Еще удалось мне его потянуть. Не знаю. Я думал, что его сорву. Сейчас он не покажет. Он показывает течь на очень прохретом двигателе, когда уже за 75 лет. Теперь пришли к еще одной проблеме. Это текет зеленая горловина на коробку передач. Здесь все очень просто. Здесь, по смыслу, кольцо больше, чем положено. Она негодная. Сюда нужно что-то уплотняющее. Либо такое кольцо, либо резиновое. Что я как раз сейчас и буду делать. Искать резиновое колечко. Вот под эту юбочку. Под эту фасочку, снятую на пробочке. Ага, сеточка есть там. Я думаю, там сеточки нет. Есть сеточка на дне. Хорошо. Вот что значит погода плохая. Никто ничего особо не делает. Сторожа сортирует. Горох лег там. Нашел вот я резинку. Колечко. Сейчас попробуем. Эх, блин, вот этот шлах мешается. Сейчас потянем, попробуем завести. Позорь. Покажи, какой он есть. Покажи, какой он урок. Пойдем, покажу. Покажи, какой он урок. Расстроится. Я нашел выход. Про красная пробка. Блядь, пиздет. У меня все-таки открутил. От зеленого с него не делал. От зеленого. Зеленый с пригодится. А то туда вернул. Да, свою новую. Ну я резинку. А я ее что поставил, она ее выдавливает. Резинку будет выдавливать все равно. А там фаска. Я хотел колечко снять. А что там, там фаску проточили. Она болтается. Моднявый. Офицерские, уставные, блядь. Ебать. Что-то рука, блядь, себя трясется. От лопаты ее. Налей ему стакан. Граненый. А то для провода кто нет, он тебе что-то может подсоединять. Налей, иди наезд. Да я иди, будешь, иди наезд. Возите? Наверное. Иди налей стакан себе. В пассажирском отсеке. В ящике. Да ты в Еве пока его нет, хун сидишь. А есть стакан такой? Есть. В бардачке. У тебя что здесь, стакан? В бардачке спереди. Ари, руку-то коряну. А? Рук где коряну. Какой? Где-то вчера канализация чистил. Тут, блядь, все в синяках, блядь. Руку засовывал, трос совал, блядь. Ну, ты помыл хоть? Ты уж в козе, блядь, спираль вставлял? Ебать. Пойду. Чё-то мне камера запотела. Конечно, Лёх, блядь, буду надо. Надо почистить, не гоже. Почись, покрась. Ну, покрась. Закручу, чистить. Ну, а немножко пошкрепить углек. Блядь своего снял. Не везут штрафа. Да? Да. Ты будешь коробки, блядь. Пойду обратно, нахуй. Со своего сниму. А мой не лучший, что ли? Ну, не знаю. Ну, чё, посмотрим. Чё я там нахимичал. Как он агавчит. Видали, как я вопрос решил? С течью. Теперь запчасть от Эхтиандра стоит здесь. Да. С датчиком так и будет течь. Теперь меня волнует датчик на коробке. Не текёт. Это хорошо. А вот работает, как он. Мы сейчас и не узнаем. Снял датчик я с двигателя. А у него здесь три витка резьбы отсутствует, сорву-то. Сюда напихали сборщики герметику. И вот сюда вот подложили медную шайбу. Хотя она здесь не должна быть. Здесь конус, видите. То есть и прижимаю её к плоской поверхности вертыша, который стоит в блоке. Так как напрямую не вернёшь данный датчик, там мешает выплавка на блоке. Поэтому там состоит удлинитель. И чем больше я потехил, тем больше течь начинала. Потому что медную алюминиевую шайбу начинала разносить в стороны. Но яйцом взбернулось. В итоге заказал новый датчик. Начальник так он М355. Но здесь маркировка другая. От 0 до 10 килограмм сил у меня стоит. Сейчас я поставил датчик другой. Какой-то нашёл в столе. Попробуем сейчас завести и посмотреть текёт ли он и вообще работает ли давление правильно у меня на двигатель после замены какого-то первопопашиваясь. текёт. Текёт, друзья, текёт. И новый течь будет. Текёт, друзья, текёт. И новый течь будет. А что делать я теперь не знаю. Проблема. Ну всё, собираюсь домой. Короткий рабочий день. Завтра опять так же к восьми. Кидать, наверное, уже больше не получится нам. ибо снега много. Уже по такому снегу не покидаешь, естественно. И погода морозный слабая. Минус 2-3 градуса по утрам а днём и до нуля, и до плюса даже есть местами. И снег опять-таки с дождём там местами стоит. Так что будем работать на базе. Завтра, наверное, едут за разбрасывателями на Зилу. Я завтра буду наверное снимать всё-таки фёртуш в блок под датчик с Олегов трактора. со старого. И в театр под разбор пошёл. Пробку я уже сегодня с него скрутил. А моя пробка на Хенке она, я глянул, она тоже с фаской. То есть если я её поставлю, тоже гуляет большая пластиковая уплотнительная. Оля, как хорошая такая пробочка. Я её почистил. Если удастся у начальника выпросить серую краску для закраски всяких этих царапин, мы её тоже покрасим, чтобы она будет нормально, как новый смотряется. Мне кажется, дело вот с той вертышей. Он неспроста удачка. Рецепт была сорвут, над вертыш попробовать заменить, посмотреть, как будет с ним. Ну, так, всё, в принципе, друзья, до завтра, увидимся. Всем пока. Всем привет, народ. 24 марта. Время 20 минут 9-го. На работе собрались. В общем, погода холодная, ветреная. Особо на улице делать нечего. Начальник уезжает за разбрасывателем. Сейчас будем грузить мана. Если не ошибаюсь, пшеница там осталась. Максим Сергеевич свой кун завёл. МТЗ-82 не догонял домой. Сейчас ему нагрузим. А так начальник сказал, говорит, особо ничего не делать. Он в будке посидит. Сейчас на зелу два разбрасывателя привезут. Из старожилов опять откуда хнали комбайн по лесу. И, в принципе, на этом будет датчиком опять решим сдвигатель давления. вопросы, все нюансы. Но старожа сортирует горох. Что там грузить, правда? Он почти полный. задом. Задом. Давай. Как больше ебли, блядь, без завтра в ковше Да там нет, ничего, что так грузить-то, я не пойму Ну, может, вперед пустить Вперед, да Да, а что, он заезжать будет, не будет, а он и не заедет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Алексей? Да, забили? Да Что, транспортер стал? Да, ну не случайно Назад отгоняй Назад отгоняй Назад встай Гороховые отходы Да, отлично А, вот земля, да А тоже самоходы включаете, да? Пойдемте, вручим презент Александру Петровичу от подписчика На, доставай Открывай Открывай Так, где он вносил? Читай Александр Петрович Тезка Сергей Сергей Сигитов Город Москва Прислал, да? Да Открывай стух, Петрович На ножку А, открыл? А, а А, а А, а Город Москва Ну и враток 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 Ну это российский, видишь? Прямо Набор шиферского инструмента номер один, Петрович Все, теперь ты крутить будешь Десять Одиннадцать Денадцать Тринадцать Четырнадцать Семнадцать Самый ходовый Одиннадцать последний? Да Одиннадцать даже есть, да? Ага Одиннадцать и не реже встречаются Куда? В трактор, в комбайн, не знаю куда В комбайн В комбайн Дай-то бумажку хочешь? Я постарался Приклеил ее На клей Пакет здесь-нибудь оставить? Приходится Может, Иваныч, будут отходы Такие Не отходы, а на анализ Зерно Чего ты? А, тут маркировка идет ключей Головки смены Гост Ключ С присоединительным квадратом Поймак называется Футляр Видимость комплекта Упаковщик Вот такая Да Поехали, да Поедем взвешивать Ман взвешивать За год зерно едем За год зерно едем Поехали Я уже в шляпе И тут второе фактический пирпус Живёт В углу дерева Там верят В том числе Беженский монастык С обрыва Виден Ночью под луной Там горит одно Отошко И хранит его покой Настоятельный Занят клюстой По крутой головой И бегу я, я уеду Больше не могу волчать И вам вторник и лихтеды Собирать Я еще не хочу А елок И вам че-то сюда снять Оставляю свой авток, оставлю круглую, Ветя не прошиваясь, я на рельсах решу для меня. Дорожные птицы, ставлю пути, Все образа, не стеланусь, я довезу вас в руку. Со мною уезжают восемь девочек БУ. Итак, друзья, взвешиваем ман. Товарища Юры, который у нас постоянно приобретает зерно. Рано времени заехал взять. Скоро будем сами взвешивать. Вот подрастает, погодно лавится. Резнер, специалист, установит нам весы на 60 тонн, если не ошибаюсь, не рассчитаны. Ну, вот Юрку придется вешать в два раза, два приема, перед и зад. А КАМАЗ, прицепы, как раз вполне на них встанут. Сейчас, наверное, так же заедем в аптеку. Сталкер просил повестку медицинскую купить. С респиратором им не нравится работать. С повесткой как-то им больше. Так что, поедем. Сейчас Петрович взвесит. Ах, какая ночь была темная. Глубка пеню, водку пьем стрёмная. Бог тихонько говорит, заведом не пел. Без два уха не кричит, больше пел. Слава, пища, не подносится, старик, не подносится. Сегодня работа, никто ничего не хочет. Поэтому мы только сейчас с вами попробуем сделать одну вещь полезную, с которой вчера-то мы не разобрались. У Олега с трактора взял вертыш под датчик в блок, который вкручивается. Сейчас мы его попробуем заменить, поставить тот датчик, который я нашел. ММ-355 на 0,10 атмосфер. Ну и посмотрим, будет течь он или не будет. Если будет течь вертыш, опять-таки, придется нам что-нибудь подматывать. Какую-нибудь изоляцию. Ну не изоляцию, а... Как сказать, либо фум-ленту, либо шнурок сантехнический, наподобь такого. Ну что, скручиваем. Ключ 19 вообще-то нужен. Кстати, вот мой старый датчик. Вот видите, на нем резьбы три нитки отсутствуют. И скорее всего как раз повреждена резьба на самом вертышу на заводскую. Вот поэтому придется ставить другой. Я почему торопился сегодня, езжу тут с дорожного хозяйства. Они у нас дизель забирали, который бульдозером работает. Два дизель точнее в свое время забрали. Как-то прочухали шои. Мы не работаем на них. А в этот раз уже приезжают по поводу 150-х. Кто помнит, мой друг Евгений 150-щик работал как раз на синим 150-м дорожном. И вот на него поставили ЯМЗ мотор, шестерку. И он у них вроде бы как бы пиздой накрылся. Но сейчас они уже ищут еще трактор. Поэтому надо в спешном порядке, я думаю, с Генки все, что нужно, тащить. Но Генку своего это просто тоже не отдал. Либо он на ходу. Будет прикольно выглядеть, если заберут они у нас Ихтиандра. На синим 150-м сейчас работает мой дядька, который в свое время как раз работал на Ихтиандре здесь. Еще когда был с Ихтиандрским мотором, когда он в сезон по три мотора поменял на нем. Я думаю, будет символично. Если в дорожный опять к дядьке вернется Ихтиандр. Я буду очень сильно смеяться. Злорадствовать. Все. Вкручиваем вертаж. Вкручиваем другой. Ставим. Подсоединяем. В заводе. Нет, друзья, ставить ничего не будем. Короче, в зертушь оказался плохим. Эта удача, которую я нашел, тоже теперь безвозвратно потерян. Ибо на нем тоже сыгнало резьбу. Виноват во всем вот он. Сука! Сука! Извините за каламбур. Короче. Короче, все. На этом. Буду взять новый датчик, который начальник заказал. Все, пойду в будку. Все в будке сидят. И я пошел в будку. Сторожа. Вроде бы горох десортировали. Сейчас, наверное, домой поедем. Не будем жить разбрасывать или... Убираем все. Закрываем. Надеюсь, никто не вздумается вводить трактор без мобиума. В аптеке идейте. Пошли в одной, блядь. А этой недели нет. Обмываем подарки из подарка. Из подарка. О, вот ты выложишь в интернет. Да, сегодня день у меня неудачный. Сегодня, кроме тебя, ведь никто не работал. Как? Леха работал. Ну, я имею твою бригаду. А Мили? Мили там, мы. Как же, где работали? Мы, да? Он не еду. А, ну я не был в этой компании, значит. А, ну просто ты не еду, да? А, ну все. Я сегодня водительская была профессия у меня просто. И он двое уехал, кто же брейся. Все нормально. Ну, они-то понятно, они поехали за делом. А мы их ждать не будем? Нет. А как там хлеб и соль встречать-то? Нет? Не надо? Я их сухарем хотя бы угостил бы. Оставим сухаря. Ребята грузят гороховые отходы. Димке. С курочком на еду. Самая вещь. Там много сормов. Семян попадается много дробленых. Поэтому очень-очень хорошее дело отходы. Не знаю, в начале гороху я по 150 рублей отдал. А такие зерновые по 100 рублей мешок отходы идут. Ну вот, время 11 часов. Сейчас домой поедем. Все. Все. Выезжаю. Выезжаю. Там Нива стоит. Так, по кабелю ездить нельзя. Будем проезжать по специальному положенному профилю квадратному. Пока, Чумазый. Книжку почитай. Да, я уже начал. Я в 35 страниц. Молодец. Гребаный УАЗ. Опять ты агавчишь. Ну-ка на, Петрович, пихни обратно. Дай мне фанерку. Все? Нормально пусть. Иди, посчитай цыплят по осени. По весне. Далька давай подождем. Одного не хватает. А, Игорек, блядь. Все. Все, 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 все. Сейчас, ты меломан? Как тебе? Тебе классику там чего въебать. Все, да? Серег, ты не забудь, сделай доброе дело. Да, да, да. Корона, я запомнил. Корона называется. Правда, тебя ждут, закажи нам. Ладно. У нас сегодня все, друзья. Время половина. Двенадцатого. Добро идем. Ждать мы не стали. Разбрасыватели. Приедут, завтра посмотрим. Самеры. А завтра разгрузим. В общем, такой короткий день. Погода не очень. Где это субтитры не охотно. Увидимся завтра. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...